Ну, спасаюсь, конечно, водой и мороженым, и стараюсь не выходить на солнце. И тем, кто метилзависимый, советую то же самое. Кто-то пользуется кондиционерами, но я не люблю кондиционеры, от них просто духовно является. Ну, естественно, овощи, фрукты, само собой. Ну и большое количество воды. В такую жару это обязательно 2-3 литра чистой воды, не напитков, не сок, кофе, чай, а именно чистой воды. Готички больше пить, порточки открывать и купить вентилятор. Купить воды больше. И полезно для здоровья, и помогает списаться от жары ближе к воде. Меньше на улице с 12 до 4. Кепки какие-то, наверное, панамки, хотя вот сама не ношу, захожу по улице часто. Можно принимать ванны более прохладные, которые дают возможность охлопиться организму и не было бы средств для организма. Кто вынужден выходить на улицу, это, во-первых, нужно одевать головные уборы, во-вторых, светлую одежду. Ну и стараться по возможности как-то быть меньше на улице, стараться все раскрыться в здании. Особенно это важно для пожилых людей. К сожалению, кондиционера нет, вентилятор. По-моему, тоже не помогает. Ну, простыня мокрая, это, по-моему, извращение над собой. Я не думаю, что что-то избегает тяжелая пища, но вечером все равно кушать-то хочется. Прохладные, не горячие. Супчики холодненькие, вторые, прохладные. Водичку с лимоном и медом, мороженое едим. Мы стараемся не выходить из дома. Чудный просто открытый бассейн на целый день. Прекрасно себя чувствовала. Наконец-то почувствовала себя человеком. Поэтому единственное, как я думаю, здесь просто сажали. Либо уезжать за город. Мороженое, да, я скорее скажу, это очень вкусно, очень приятно в такой 30-градусную жару. Но рацион я бы свой не меняла. Потому что все равно, я это говорю как врач, правильное питание никто не отменял. Ну, если кто тяжело работает, я думаю, мясо ему все равно необходимо. Но так, овощи. Продолжение следует...